Другим темам чудовищное безразличие привело к трагедии. В Еврейской автономной области врачи отказались спасать полуторагодовалую пациентку из-за того, что был выходной день. В районной больнице на месте оказался только дежурный хирург. Остальных специалистов пришлось вызывать по телефону, но они так и не приехали. Сказали не их специализации. Родители решили вести малышку своим ходом в областной центр, но, к сожалению, драгоценное время было упущено. Ребенок скончался на руках у матери от большой потери крови и от болезненного шока. Даниил Горчаков хотел спросить у медиков, а как же клятва Гиппократа? Ребенок умирал, и никто ничего не делал. Семья Петренко из Теплоозерска добивается правды, кто виноват в смерти их маленькой дочери. Еще две недели назад они и не думали, что вскоре придется вести такое страшное расследование. Шустрая девочка, которая была чуть больше года, опрокинула на себя тяжелый комод. Я слышу грохот, и как кричит моя старшая девочка Варвара, что мама, я забегаю в комнату, опрокинутый комод, и под ним лежит девочка моя. Получается, вот так вот где-то вот, вот в эту область он упал. То, что происходило дальше, зафиксировали камеры видеонаблюдения. Испуганные родители на своей машине привезли малышку в районную больницу, но день был выходной. И около часа пришлось уговаривать врачей прийти на срочную операцию. Анестезиологу позвонил, он сказал, что это не моя специализация. Но педиатру дозвониться не смогла с первого раза. Потом он сам дозвонился, сказал, что это тоже не его больное. Хоть что-то сделать попытался только хирург Фаршиди Бадуллах. Говорить с журналистами на эту тему сам он не хочет. Но по словам родителей Таисии, доктор после отказа коллег выйти на срочную операцию пытался вызвать реанимобиль из областного центра. Но там сказали справляться своими силами. Ребенка на операцию пришлось везти на частной машине больше часа. Было потеряно слишком много времени и в областной клинике девочка умерла от большой кровопотери. Клятва Гиппократа. Там прописано буквально все. И соответственно этому историческому документу врач просто был обязан сделать все. Со случаем в Теплоозерске сейчас разбираются в областном управлении здравоохранения. Дело взял на контроль уполномоченный по правам ребенка. Проверку назначил Следственный комитет. В настоящее время назначено по данному материалу комиссионное судебное исследование, медицинское исследование, по результатам которого можно будет уже сделать однозначный. Она назначена как по факту смерти девочки, так и по действиям, либо без действия врачей, которые оказывали помощь. Все медицинские работники, которые отказались помочь Таисии, продолжают работать. Но от общения с прессой они старательно уклоняются. Мы пытались поговорить с врачом-анестезиологом, который в тот злополучный день отказался выходить на работу, чтобы спасти жизнь маленькому ребенку. Но сделать этого нам не удалось. То есть заместитель главного врача фактически заперся в операционном блоке. Нас туда не пускают, а через санитарок он передал, что сам не знает, когда сможет покинуть это помещение. Не помогли даже связи. Мама погибшей девочки работает в бухгалтерии этой же больницы, а дедушка водителем. Якобы доктор не понял, что беда приключилась с кем-то из знакомых. Потом уже после похорон уже вышел разговор, что надо было назвать фамилию. И тогда бы он, может, и приехал. Кто конкретно виновен в смерти ребенка, установит расследование. Но сами сотрудники больницы признаются. В клинике было все для спасения девочки. Не хватило элементарного сочувствия чужой беде. Данил Горчаков, Борис Андрианов, 5 канал, Еврейская автономная область.